добрый день 19 часов по лондону 21 по москве и киеву и мы стартуем это наш 22 выпуск к жизнь наверное я уже даже не помню у нас был внеплановый предыдущий 22 выпуск и наша тема это три уровня роста доходов мы говорили что у нас есть первый уровень роста доходов это старт второй уровень роста доходов это разгон и стабилизация и третьем уровне роста доходов это собственно уход в отрыв и сейчас мы занимаемся только вторым уровнем роста дохода то есть это разгон и стабилизация и в процессе рассмотрения мы подошли к пяти свойствам позитивного и негативного мировоззрения и начали мы это рассматривать в примере на негативном мировоззрении потому что эти пять свойств на Негативно в мировоззрении видны, отчетливее и контрастнее. И начали мы это рассматривать, потому что там ярче, вкуснее, прикольнее. В общем, оно лучше запоминается. Негатив всегда лучше запоминается. Итак, у нас есть уже представление о том, что лучше всего перерастает негативное. Это наша опорная точка. И из пяти свойств позитивного и негативного мировоззрения в предыдущих выпусках мы рассмотрели три свойства. Это было неадитивное сложение. Потом второе свойство, это была аддикция, то есть зависимость. Третье свойство, это было реапексия и атиксотропность. И мы вгрызлись в четвертое свойство, в свойство прилипчивости. И там немножечко подвязли в сексуальность и притягательность. И, собственно, в предыдущих выпусках мы рассматривали эротизм и красоту. А в этом выпуске и в предстоящем мы сделаем из них первую часть выводов. Сегодня первая будет часть, в следующий четверг вторая часть наших выводов. Итак, я верну нас в контекст. Лучше всего прирастает именно негативное. Потому что ничего особенно делать не нужно. Потому что все относительно простое, хулиганистое, сексуально, задорно-задиристое и ах, прикольное. У него есть свойства неадитивного сложения. То есть свойства аддиктивности, свойства реапексии, тексотропности и свойства прилипчивости. И раньше мы начали рассматривать первую часть прилипчивости в виде сексуальности. Потом мы рассмотрели вторую часть понятия прилипчивости в виде аттрактивности. То есть притягательности, интимности. А сегодня у нас снова вот эта третья часть свойства прилипчивости. Это свойства эротизма негативного мировоззрения. И, собственно, это будет наш первый выпуск по выводам из эротизма и красоты. И сразу надо сказать, что у прилипчивости негативного мировоззрения вот этот есть эротизм, есть интимность, есть аттрактивность, притягательность, которые отражают саму прилипчивость. Но у негативного мировоззрения в зоне прилипчивости есть еще одно свойство. Невозможность избавиться. Так прилипаясь, что не отдерешь. Так а может и не нужно отдирать? Ну или отдирать нужно не все подряд негативное мировоззрение, а может быть какими-то частями, кусочками. Тогда вопрос, что отдирать, а что нет? И как отказаться от того, что манит более всего и зовет к себе собой уже? Итак, первая часть выводов к эротизму и красоте. Мы будем двигаться постепенно. Чтобы уже намертво застрять в этом болоте негативного мышления, надо им хотя бы заинтересоваться, приблизиться и попробовать. И забегая наперед, скажем, что сия участь не миновала вообще никого. Вообще ни разу. Каждый в отдельности и все вместе есть носителями негативного мировоззрения. Вопрос лишь в концентрации негативного мировоззрения лично у вас. Ну и у меня. Пока мы еще не определились, негативное мировоззрение это хорошо или плохо. Но мы уже точно знаем, оно есть. Оно есть у каждого. И оно ярче позитивно. Так, я здоров? Здороваюсь. И мы движемся по выводам. Так, Леночка. Я тебя люблю. Приходи еще. Добрый вечер. Олега, добрый вечер. Рад безумно тебя видеть. Надеюсь, скоро будет шанс увидеться воочию. Приходи, пожалуйста. Там будет мероприятие. И одно, и второе, и третье. Но на первое точно приходи. Хороший человек привели. Руслан, добрый вечер. Огромное спасибо за ваше внимание. Сашуля, добрый вечер. Аннушка, добрый вечер. Я вам ответил. Сергей Андреевич, добрый вечер. Танюша, добрый вечер. Ирина Анатольевна и Оксаночка, добрый вечер. Леночка, добрый вечер. Анжелика Владимировна, добрый вечер. Леночка, еще раз добрый вечер. Александр. Ну, если вы в первый раз, то милости просим. Катюша, фото супер. Ирочка, добрый вечер. Юлечка, добрый вечер. Анжелика, добрый вечер. Светуля, добрый вечер. погнали итак негативное мировоззрение обладает присущим ему непередаваемым эротизмом неотвратимо манящим человека и вот здесь мы пред предыдущем выпуске предыдущий выпуск был такой немножко о жизни а мы сейчас опять вернулись в нашу кану и мы сказали что прикасаясь к красоте ну вот нет ничего притягать нам бы надо было бы прикоснуться и мы прикоснулись позапрошлым выпуском был 18 апреля и тогда же мы приблизились к таким промежуточным выводом мы приблизились к ним но не сделали а сейчас сделаем первый промежуточный вывод заключается в том что между правда и истина есть зазор и это вообще ни разу не одинаковые вещи и в позапрошлом выпуске мы определили что мы будем считать правдой и что мы будем считать истиной в рамках этого рассмотрения 2 промежуточный заключается в том что желание торжества своей справедливости эта попытка притянуть свою правду кисти и сделать свою правду истины и ясно что все попытки будут тщетны даже самым самым фартовым в этом деле не повезет все люди это делают потому что за правотой кроется признание а признание в глазах других людей это природное стремление эволюционная вложенная в человека как инстинктивное влечение к лидерству в группе и сначала надо быть как все чтобы быть части группы а потом быть не как все чтобы быть лидером группы обе задачи решаются признанием со стороны других людей самый короткий путь признанию это быть правой или быть справедливым в идеале мудрым признание частью членов группы делает вас членом группы а признание почти всей группой целиком делает вас лидером этой группы необходимость признания собственно решает обе задачи третий промежуточный вывод заключается в том что поиск признания в связи с намеренным и целенаправленным притягиванием своей правоты к истине связан с тем что какие-то чувства и мысли человек прячет от других людей а какие-то чувства и мысли человек намеренно выпячивает чтобы с помощью их продемонстрировать свое присутствие и свое право на особость какие-то мысли и чувства позволяют присоединиться группе и стать ее право полноправным членом а какие-то чувства и мысли позволяет возглавить группу и стать ее лидером ну и конечно есть чувства и мысли за которые из группы могут то и изгнать получится отрицательное признание кстати с отрицательной стороны людей запоминают сто раз лучше чем с положительной это же эволюционный выбор не попадать под раздачу два раза и помнить где с кем вам было плохо то есть хорошие люди забывают сто раз быстрее чем плохой хорошие они серая масса а плохие всегда яркие запоминающиеся и так какие-то мысли и чувства позволяют присоединиться группе и стать и право полноправным членом а какие-то чувства и мысли позволяют возглавить группу и стать ее лидером вот именно здесь и появляется зазор между честностью и искренности какие-то мысли и чувства человек не афишируют ну или старается не афишировать чтобы не снизить меру своего признания группой для общества а какие-то свои мысли и чувства человек специально демонстрирует и выпячивает чтобы мера его признания группой выросла часто получается так что предъявляемые для признания результаты своей деятельности человек называет профессионализмом или творчеством и еще один важный момент здесь зазор между честностью и искренности часто ведет себя точно так же как зазор между правда и истины но оба зазора не являются одинаковыми этаж детства обычно люди честные сами самими собой не искреннее с другими людьми то есть лекарство по сути дела это и есть лекарство от притягивания за уши своей честности к истинности каждый человек устает быть правым он становится когда и если собственно наверное человек устает быть правым он становится честным с собой и искренним с другим его правота при этом никуда не девается но значить она перестает когда человек устает бороться за справедливость он перестает бороться с истиной за свою правду рубящие направо и налево правду также не приблизились к истине как и равнодушно взирающие при невозможности приспособиться истина открывается не пренебрегающим и неяром и истовым поводом истина не стремится к правде чего не скажешь а про четвертый промежуточный вывод четвертый заключается в том что поиск истины не позволяет ее приватизировать даже в случае ее обнаружения то есть истине нельзя дать свое имя открыв ее ибо ее сущность в том что она лежит за границами имен свойства и определить 5 промежуточный заключается в том что поиск истины прошу прощения заключается в том что красивая не вызывает доверие или вызывает доверие нет все же наверное вызывая доверие и ничего более загадочного и эротичного чем красивая не существует в природе любая загадка очень эротично любая эротика очень загадочно очень хочется исследовать чтобы узнать Шестой промежуточный вывод заключается в том, что присущий нам природный негативизм в виде недоверчивости, подозрительности, мнительности и тревожности, который по сути позволил нам выжить и состояться как биологическому виду на фоне других форм жизни, уже внутри вида сменился на свою полную противоположность и потребовало от нас доверия друг другу, чтобы сотрудничая мы стали сильнее как вид. То есть недоверие к другим или чужим и доверие к своим и похожим на нас, эта дихотомия, амбивалентность, она раскрыла каждого и лежит внутри каждого как данность. То есть это такая имманентно присущая, неотвратимая при осознании себя данность. То есть постоянно находясь между двух огней, мы все время решаем двоюединую задачу. Одним доверять, а другим не-не-не, ни при каких обстоятельствах. Седьмой промежуточный вывод заключается в том, что оказываясь самыми умными как вид в рамках этой планеты, мы учимся взаимодействовать друг с другом, чтобы отражая в себе других людей, не отталкивать их от себя своим поведением. Но секрет в том, что наши чувства и эмоции тоже раскроены между двух огней. С одной стороны, мы ищем в других людях их уязвимости, чтобы быть сильнее их в случае, если нам придется с ними воевать, ну или хотя бы с целью управлять ими. А с другой стороны, в глазах ровно этих же людей мы ищем признание. Одна наша часть заставляет нас держать дистанцию и осторожничать, а другая наша часть заставляет искать контактов, чтобы получить позитивное подкрепление извне. С одной стороны, мы хотим удовольствия от признания нас в идеале нашего лидерства, а с другой стороны, мы недоверчивы и тревожны и осторожны, чтобы не испытать боль отверженности или предательства. Один из самых высочайших рисков и мотиваторов – это, собственно, страх отвергнутости, страх отказа. Восьмой промежуточный вывод заключается в том, что, чтобы повысить свой социальный рейтинг, нам нужно так взаимодействовать с другими людьми, чтобы эти другие люди сами захотели с нами иметь дело. И здесь у нас два инструмента в основном – красота формы и притягательность содержания. И кто-то из людей налегает на красоту, кто-то шлифует содержание. И тот и тот путь уместен. И, собственно, красота содержания, то есть идеальная форма содержания, она в этом случае становится наиболее притягательной. И тогда есть две диаметральных стратегии. Кто-то ищет умных среди красивых, а кто-то ищет красивых среди умных. И это, собственно, в разные стороны. Одни сразу отсекли умных, оставили только красивых, а уже среди оставшихся красивых выискиваются самые умные. Но красота – это необходимое условие, и без него никуда. А ум – это достаточное условие. Красота – это базовое условие, и без него никуда. А ум – это уже так, опционально, ну, женательно, ну, не супер критично. А другие поступают ровно с точностью наоборот. Они сначала оставили только самых умных, а просто красивых в этом случае в расчет не брали. А уже среди оставшихся умных выискиваются самые красивые, ну, или хотя бы симпатичные. Потому что ум – это для них необходимое условие, и без него никуда. А вот красота – это достаточное условие. Ум – это базовое условие, и без него никуда. Без него даже в поле зрения никто не попадает. А вот красота – это уже, ну, так, опционально. То есть, ну, желательно, но не супер критично. То есть, можно и обойтись при острой необходимости. И тогда в итоге кто-то оттачивает форму в надежде, что она наполнится содержанием, а кто-то шлифует содержание, придавая ему форму, которая смогла бы быть настолько притягательной, чтобы мимо этого содержания никто пройти не смог. И это всегда видно. Умные – ухоженные, а красивые – осведомленные. И это диаметр. Девятый промежуточный вывод заключается в том, что грех – он в помысли, а не в поступке. Зачет идет, то есть, зачет, собственно, сам по себе идет не по поступкам, а по намерениям. А до намерениям есть исповедуемые принципы. А до исповедуемых принципов есть ценности, ради которых человек готов разменять свою жизнь. Ему не жаль ради этого жить. Ценности – это то, ради чего не жаль жить. То есть, когда ценности человека обретают смысл, читай, вторичную выгоду, человек свою жизнь считает наполненной и осмысленной. То есть, человек чувствует прочный фундамент под своей жизнью. То есть, неважно, что в будущем, но опираясь на надежные ценности, человеку легче справляться с вызовами времени и с неопределенностями будущими. А главное – с постоянно атакующей его новизной, которую он встречает без паники, без истерики и без стресса. Отсюда и поиск своих людей. Происходит на основании исповедуемых бытовых или культурных практик. А, собственно, межкультурный трансфер становится самым ценным действием между людьми. Раньше в мире была торговля, обмен товарами и войны. А сейчас это обмен культурными образцами и смыслами жизни. Те, кто создают лучшие условия для людей, собственно, становятся пылесосами лучших людей на Земле. Десятый промежуточный выбор заключается в том, что доверие между людьми наиболее глубоко наступает на основании исповедуемых принципов и ценностей, которые несут в себе форму и способ восприятия другого человека, а также форму и способ отношения к другому человеку. Распознавание посредством культурных кодов – это определение в другом человеке, сможем мы поладить или нет. Одиннадцатый промежуточный выбор заключается в том, что априорное позитивное приятие другого человека позволяет изначально относиться к нему хорошо, если он настойчиво и последовательно не станет доказывать обратного. Отсюда приходит представление, что даже ошибка человека не трактуется ему в вину и не делает его хуже. Ну ошибся, ну с кем не бывает? Кто без греха? И дает возможность исправить ошибку, дает возможность скорректировать свое поведение, приведшее к ошибке, не карает за нее. Отсюда и приходит представление толерантности к чужой инаковости, где чужая инаковость воспринимается уже не как угроза и опасность, а как интересный другой способ делать то же самое, только чуть по-другому. Мы люди, в общем, делаем все одно и то же. Мы живем эту жизнь. И одни люди делают это одним способом, а другие это же самое делают другим способом. И другой способ жить не противоречит и не угрожает вашему способу, а лишь, только лишь потому, что он какой-то там другой. По сути, получается, что первый шаг в социальной адаптации это разделять чувства и эмоции, и мысли, если удастся, других людей, чтобы не быть отвергнутым и не сгинуть в одиночестве. А второй шаг в социальной иерархии, это возглавлять чувства, эмоции и мысли других людей, чтобы вести этих людей за собой, где, как вам кажется, лучше будет всем. Двенадцатый вывод, и на сегодня мы им завершим. Остальные выводы будут в следующий четверг, в следующем выпуске. Итак, двенадцатый вывод заключается в том, что умение ладить с людьми основано на том, как мы ищем точки соприкосновения с другими людьми. Мы точно знаем, что что-то нас с людьми разделяет, а что-то нас с другими людьми объединяет. И если мы хотим возглавить свою маленькую группу, мы ищем отличия с другими людьми. Мы не такие, как они, мы лучше. А если мы хотим жить лучше за счет обмена лучшими практиками и культурными образцами с другими людьми, там, не знаю, странами и континентами, мы наоборот ищем сходство с другими людьми, чтобы поладить и чтобы начать обмен. Все начинается с товарного обмена, я повторяю. Потом идут войны, потом начинается культурный обмен, ну а особенно научным или образовательным. Наука, искусство и культура позволяют избегать открытого военного противоборства. Обмен в области науки, культуры и искусства создает способ наименее конфликтного взаимодействия, соблюдая общие правила и претендуя на свою особость уровнями достижений в этой науке, искусстве и культуре, а не в способности игнорировать общие правила, позволяющие лучше взаимодействовать. Даже до конца еще не понимая друг друга. Ну, в общем, в силу различия культурных кодов. Все зависит от того, во имя кого ищется сходство или различие. Если ищется ради малой группы лидеров, тогда, понятное дело, тут все очевидно, тогда ищется отличие с другими людьми или странами, но тогда хорошо живет только эта малая группа лидеров этой страны. А если ищется ради всех людей в этом социуме, тогда с другими социумами ищется сходство между людьми. И тогда лучше живется всем в этих культурно обменивающихся социумах. И это уже вопрос выгоды и преимуществ. Или большая выгода и большие преимущества для малой группы, или небольшая общая выгода и преимущества для всех людей в этом конкретном социуме. Отсюда становится понятно, что лидерство в социуме происходит в интересах малой привилегированной группы, либо в интересах всех без исключения представителей этого социума. У меня на сегодня все. Мы встречаемся в следующий четверг. Если сейчас будут вопросы, я на них с удовольствием отвечу. И сделаем оставшиеся выводы. Нам их там немного осталось, но они такие будут вкуснявые и вкуснявые. Потому что этими 12 выводами мы просто приготовили фундамент. А там у нас уже пойдут выводы, чего делать. И мы уже вгрызаемся в следующий подраздел вот этой притягательности и вообще негативного мировоззрения. И разберем его потихонечку по запчастям на малые детальки, для того, чтобы вы могли сконструировать так, как вам нужно для вашей жизни. Так, я здороваюсь. Ой, мамочка. Олечка, добрый вечер. Ларисочка, добрый вечер. Леночка, добрый вечер. Надюша, добрый вечер. Я вас не часто вижу, Надюша, но на почин. Пусть вам будет хорошо у нас и уютно. Леночка и вам тоже. Я вроде все сказал. Если у вас вопросов нет, у нас еще там 4-5 минут. Ирочка, хорошо, Сочи. Ладно, не вопрос. Вам горячий привет с Атлантики. Тоже. Алаверды. Если вопросов не будет, то я буду свободен. Если вопросы есть, я готов буду на них ответить. Вроде нет. Тогда у Робиновичей тоже были гости, но у них уже темно. Будьте вам здоровы и встретимся в следующий четверг. Ну, в среду с Ларисой Рославой, с Умничкой. А в четверг на Едине. Все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова